Купальские гадания Белые рубахи и венки на голове, дресс-код вечера. Ивана Купала отметили в Тирасполе, на пляже молодежь. Отгоняют нечисть, гадают на венках и водят хороводы под современную музыку. Это традиция, которая уходит далеко-далеко в века. Немножечко в другой интерпретации где-то дошли до нас обычаи, традиции этого праздника, обряды, потому что время меняется. И мы хотим окунуться немножко более глубже в эти традиции, ну может быть привнести что-то свое современное, интересное именно современной молодежи. День Ивана Купала считают самым мистическим праздником. Все из-за обычаев. Люди верили, что в этот день злые духи выходят на охоту, а для защиты от них нужны обряды. Главные символы праздника – огонь и вода. Именно через них можно было очиститься от всего плохого. Это тоже один из старых обычаев. Девушки пускают венки на воду. Если он поплывет и не ударится о берег, значит в ближайший год можно ждать жениха. А еще в этот день ищут цветок папоротника. По легенде он расцветает ровно в полночь на Купалу, а тот, кто его найдет, будет самым счастливым. Древняя легенда, по которой есть такой цветок папоротника, цветет в лесу. На самом деле утверждает, кто-то говорит, что его видела, кто-то говорит, что его не существует, то есть папоротник не цветет. Но когда-то давным-давно наши предки верили в то, что он все-таки цветет. И кто его все-таки увидит, этот цветок папоротника, найдет его, приобретет счастье, любовь, благополучие, здоровье. Прыжки через костер – это тоже старая отразиция. Славяне верили, что те, кто перепрыгнет через Купальский огонь, именно так его называют, будет удачливее всех, здоровье и красивее.